С марта этого года вывозом мусора в нашем районе занимается региональный оператор Экотехпром. В начале мая жители получили первые квитанции на оплату услуг по утилизации твердых бытовых отходов. Цифрами, которые там были обозначены, многие были, мягко говоря, удивлены. В некоторых платежках стояли баснословные суммы, а число проживающих возросло. У других – 0 рублей, третьим пришли сразу две квитанции. Многие же до сих пор не получили их. Чтобы все выяснить, жители отправились в офис компании, где образовалась огромная очередь. Понимая всю сложность и напряженность ситуации, руководством района был принят ряд мер для решения возникших проблем. Ситуация с начислением платы за вывоз мусора действительно сложилась очень напряженная. Связано это прежде всего со старой базой данных, которую использовал Экотехпром. После неоднократно проведенных совещаний по обсуждению возникшей ситуации с руководством компании была достигнута договоренность о корректировке базы данных. На основании которой возникла такая путаница с квитанциями и указанная в ней оплатой. Специалисты Экотехпрома сейчас занимаются актуализацией данных. И квитанции за июнь поступят уже скорректированные. Пока идет корректировка сведений, региональный оператор не будет начислять пени за несвоевременную или неполную оплату услуги за вывоз мусора до 1 августа 2021 года. Еще один проблемный вопрос, который волнует жителей и руководство района – огромные очереди в абонентский отдел компании. У меня вопрос такого характера. Что касается работы офиса, я бы хотел, во-первых, чтобы там не было больших очередей, чтобы там было где присесть. Старикам если они приходят, Александр Борисович, чтобы там было достаточно этих операторов, которые там принимают заказы и все остальное. Мы просим, либо требуем увеличить количество операторов в Славянске-на-Кубани и открыть дополнительный офис Анастасиевская, Петровская. Таким образом, в ходе обсуждения было принято решение в абонентском отделе компании по адресу город Славянск-на-Кубани, улица Одельска, 257, где работают два сотрудника. Прием посетителей организовать не только с понедельника по четверг включительно, пятница – неприемный день, но и каждую вторую и четвертую субботу месяца с 9 до 13 часов. Также есть договоренность об увеличении штата сотрудников абонентского отдела «Экотехпрома» по работе с физическими лицами и возможности открытия дополнительных офисов в отдаленных населенных пунктах Славянского района. Учитывая ситуацию, возможно, жителям удобнее будет дождаться получения обновленных квитанций в июне. Если после этого понадобится дополнительная корректировка, можно обратиться в офис расчетно-справочного центра, улица Одельска, 257. Узнать номер лицевого счета и получить перерасчет можно, обратившись по телефону 8 861 201 85 82.